Первые два сигнала на покупку пришли 25 августа. Робот сгенерировал сигнал и отправил уведомления на телефон. Вот значит у нас 25 августа. Первый сигнал это Газпром. Сигнал на покупку по цене 187 рублей 10 копеек за акцию или ниже. Минимальная сумма покупки составляет 1871 рубль. Суммы инвестиционной покупки 1000 рублей. Помните в первом видео я сказал, что буду покупать на сумму от 1000. Соответственно если я решил купить на 1000, то суммы этой не хватает для того, чтобы купить акции. Потому что минимальная сумма составляет 1871 рубль. С чем это связано? Это связано с тем, что Газпром, как и любая другая акция на бирже, торгуется лотами. То есть когда вы покупаете, вы покупаете, например, один лот. Минимально можно купить один лот. Соответственно у Газпрома один лот это 10 акций. Таким образом, если у меня цена на акцию 187 рублей, то минимально я могу купить 10 акций. То есть на сумму 1870 рублей. Соответственно мы видим это вот здесь. А поскольку я решил купить на 1000, роботу я задал значение цены 1000. Допустим это, так скажем, мой бюджет на покупку акций. Но не хватает этих денег, поэтому идет сообщение, что недостаточно для покупки минимального размера позиции суммы в 1000 рублей. То есть таким образом робот не покупает. Какие мои действия? Я все-таки хочу купить акцию, поэтому я принимаю решение, что ладно, пусть я выделил 1000 рублей на покупку. Но тем не менее я готов потратить 1871 рубль и купить Газпром. Я это делаю и вот как выглядит торговая платформа после того, как я совершил покупку. Я купил акции по рынку, даже чуть ниже цены, которая была в сигнале. Итак, смотрим, что у нас получается. Вот в окне инструменты на вкладке торговля мы видим позицию Газпром. Время 25 число 1056, тип бай, то есть я совершил покупку. Объем 1, это 1 лот, по цене 186 рублей 94 копейки. Текущая цена 186 рублей 83 копейки. И текущий финансовый результат, пока цена меняется, минус 1 рубль 10 копеек. Далее мы видим баланс 98-130. Что это такое? Во-первых, я купил акции по цене 186, 94. 10 штук. Это активы. Вот они. 186, 68 и 3. Но почему цена чуть ниже, вернее, стоимость активов чуть ниже, чем 1869? Ведь я-то купил по вот этой цене. А потому что активы – это рыночная стоимость наших акций. То есть мы берем текущее значение цены, умножаем на 10, у нас 10 акций, и получаем как раз 1868 рублей 30 копеек. То есть активы – это не то, по которому вы купили, не та цена, по которой вы купили, а текущая рыночная. Далее. Баланс. Это мы берем вот это значение 1869,4, по которой мы купили, минус 100 тысяч, которые были изначально. 98, 130 и 6. Вот это они. То есть баланс – это количество денег, которое у нас остается после того, как мы купили наши акции по некоторой цене. Далее. Средства. 99,873. Ну, сначала давайте посмотрим на комиссию. Вот здесь для меня, например, сюрприз. Минус 125 рублей. То есть я потратил на эту покупку, получается, 125 рублей. Хотя такого быть не должно. Сейчас чуть попозже мы с этим разберемся. Средства. 99,873. Что это за цифра? Соответственно, вот у нас, у меня было 100 тысяч на счету. Минус комиссия 125, которая отображается. И минус текущий финансовый результат. Рубль 10 копеек. Получаем 99,873,9. Вот они, 99,873,9. То есть средства – это минус комиссия, ну, то есть деньги, которые у меня были, да, минус комиссия, минус текущий финансовый результат. Далее маржа. 373,66. Что это такое? Давайте посмотрим определение в справке, чтобы брать точную формулировку. Начальная маржа. Минимальное значение собственных средств, при котором разрешен вход в рынок. То есть для того, чтобы мне купить эти акции, мне достаточно на счету иметь 373,66 рубля. Реально-то я сейчас потратил 180, вернее, 1869 рубля 40 копеек. Но маржа вот какая. Это и есть тот самый эффект плеча. То есть 1869,40 делим на 373,66. Получаем 5. То есть фактически для того, чтобы эту позицию купить, мне нужно в 5 раз меньше денег. То есть эффект плеча 1 к 5. Далее. Свободная маржа. 99,500. Это что такое? Соответственно, у меня было 100 тысяч. Минус 125 рублей комиссия. Минус, значит, 373,66. И минус, в данном случае минус, финансовый результат текущий. 99,524. То есть вот это у нас свободная маржа. То есть сколько у меня свободных денег, на которые я еще могу купить акции. Дальше. Первоначальная маржа. Это то же самое, что и маржа. То есть сколько мне требуется денег для того, чтобы купить эти акции. И поддерживающая маржа 186,83. Это смотрите, что такое. Минимальное значение собственных средств на счете для поддержания открытой позиции. Если уровень средств падает ниже поддерживающей маржи, брокер начинает принудительное закрытие позиций трейдера. Это то, что называется маржин колл. Порядок закрытия определяется регламентом брокера. То есть пока у меня на счету при текущих условиях денег больше, чем 186,83 рублей, брокер не будет принудительно закрывать мои сделки. Сейчас я специально подробно это рассказываю на примере одной акции, потому что здесь все будет ясно и понятно. Потому что это одна акция, которую я купил. Далее, когда будут добавляться позиции, уже будет менее очевидно, потому что будут суммарные цифры по всем позициям. Поэтому сейчас очень важно, чтобы вы поняли по одной позиции, как это все считается. Итак, с этим разобрались. И теперь разбираемся с уровнем маржи. 53 тысячи процентов. Это что такое? Это мы берем наше средство 99,873,90. Делим на поддерживающую маржу 186,83. И, соответственно, умножаем на 100. Вот мне эти 53 тысячи, 457,1%. Теперь разбираемся с комиссией. У меня тариф универсальный. И комиссия должна составлять 0,057% от суммы сделки. То есть, в данном случае, учитывая, что я купил на 1869 рублей 40 копеек, моя комиссия должна составлять чуть больше рубля. Но мы видим, что реально комиссия составляет, ну, по крайней мере, по тому, что я вижу в мета-трейдере, 125 рублей. Значит, смотрим, где фигурирует подобная цифра. Я ее вижу в разделе тарифа инвестор плюс. И вот мне сообщается, что за трейд здесь берут 125 рублей. Если бы комиссия сейчас в мета-трейдере отражалась бы, ну, не знаю, допустим, 186 рублей 30 копеек, я бы не мог никак эту цифру ни с чем сопоставить. Но здесь я вижу, что то, что я вижу в мета-трейдере, соответствует комиссии вот здесь. У меня возникает вопрос. Может быть, у меня реально в мета-трейдере стоит тариф инвестор плюс. Но тут надо разобраться, потому что в личном кабинете у меня отображается именно тариф универсальный. Второй сигнал, который поступил 25 августа, это сигнал на продажу МТС. Но поскольку я не покупал МТС еще, я здесь ничего делать не буду. И третий сигнал – это покупка. Сигнал аналогичный первому сигналу по Газпрому. Это «Газпромнефть». Сигнал на покупку по цене 320 рублей 15 копеек. Минимальная сумма покупки 3201 рубль 50 копеек. Тоже у данной акции минимальный лот – это 10 акций в лоте. И поэтому идет сообщение, что суммы инвестиционной покупки 1000 рублей недостаточно для покупки минимального размера позиции. И точно так же, как я делал с «Газпромом», я все-таки принимаю решение купить на эту сумму, потому что я инвестирую от 1000 рублей, ну, соответственно, на 3200 я готов купить эти акции. После покупки акций «Газпромнефть» они отображаются на вкладке «Торговля» второй строчкой. Вот у нас «Газпром», вот «Газпромнефть». покупка, один лот, цена, по которой я купил 320 рублей 15 копеек за акцию, и текущие цены. Активы. 185,87 умножить на 10 – это текущая стоимость акций «Газпром». 319,60 умножить на 10 акций «Газпромнефть». Вот они, наши активы. 5000, 54 рубля, 70 копеек. Все остальные цифры пересчитываются, исходя из того, что у нас теперь не одна позиция, а две. То есть средства, ну, это по-прежнему та оценка портфеля нашего, который у нас на текущий момент имеется. Маржа – это сколько нам нужно денег для того, чтобы открыть вот эти две позиции. Свободная маржа – это свободные деньги, которые мы можем потратить на покупку акций. Уровень маржи – первоначальная маржа. Поддерживающая маржа – это все те же самые значения, только пересчитанные. Единственное, что, опять-таки, заставляет задуматься – это комиссия. То есть я совершил две сделки, и теперь у меня комиссия отображается 250 рублей. То есть действительно выглядит так, что вот 125 рублей за одну сделку и за вторую. Чтобы это понять, теперь уже нужно звонить брокеру и разбираться. Позвонил брокеру, менеджер сказал следующее, что да, действительно, у меня тариф универсальный, и метатрейдер некорректно отображает комиссию. Это не то, что у меня так, а в принципе он некорректно на фондовом рынке отображает комиссию, и поэтому нужно просто подождать, и на следующий день уже эти минус 125 рублей, но в данном случае у меня минус 250, отображаться не будут, а будет отображена реальная комиссия. И также посоветовал скачать брокерский отчет и посмотреть, как там будет отображаться комиссия. Он проверил, посмотрел, сказал, что там все нормально. И еще добавил, что на e-mail придет чек, в котором также будет указана нормальная комиссия. Давайте проверим. Захожу в личный кабинет, далее в раздел отчеты и налоги, официальная отчетность, отчеты и справки, брокерский отчет, выбираем свой счет, портфель фондовый рынок, один день, число 25.08.2020, PDF, далее вот здесь нажимаем кнопку «Заказать отчет», приходит смс-ка и внизу на странице будет отображаться отчет. Вот внизу на этой же странице видим отчет 25.08, фондовый рынок и брокерский отчет за один день, с 25 по 25. Готово. PDF. Открываю брокерский отчет 25.08. За эту дату комиссия 2 рубля 89 копеек. Вот она значит комиссия брокера за заключение сделок 25.08. Также на почту приходит чек, его можно открыть в PDF, а можно перейти по ссылке на сайт 1-й ОФД, проверить его, получаем сообщение «Чек найден», открытие брокер, и вот мы видим вознаграждение брокера за предоставление информации по движению и учету ценных бумаг. 175 рублей – это то, что называют депозитарная комиссия, которая снимается один раз в месяц, если мы совершаем хотя бы одну сделку. И комиссия брокера 2 рубля 89 копеек. То есть действительно никаких комиссий в виде 125 рублей за сделку не снимается. Значит, все нормально, торгуем, все проверили, все хорошо. Итак, 25 августа, 14.35. На вкладке «Торговля» мы видим эти позиции, «Газпром» и «Газпромнефть» по тем ценам, которые я показывал. Теперь перейдем на вкладку «История». Здесь отображаются ордера, ну или приказы брокеру. В данном случае «Газпром» был куплен по рынку, то есть я нажал кнопку «Купить», а «Газпромнефть» по приказу «Байлимит». То есть я поставил приказ 320.15, цена туда пришла и совершилась покупка. Теперь откроем сделки. Сделки – это уже конкретные покупки по нашим ордерам. Вот цены, по которым были совершены эти сделки. На вкладке «Торговля» у нас будет отображаться цена покупки и текущие цены, которые меняются со временем. Также посмотрим на спецификацию контракта. Вот у нас «Газпром» и размер контракта, помните, мы говорили, 10 акций. И когда мы совершаем сделку, то есть нажимаем «Новый ордер», то вот здесь вот в объеме мы указываем количество лотов. А справа, видите, отображается 10, 20, 30 уже акций. Ну и то же самое с «Газпромнефть». Спецификация, размер контракта, видите, у нас 10 акций в одном лоте. Таким образом, покупки совершены. Ждем новых сигналов для совершения новых покупок.